Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал! Меня зовут Брэдес, я люблю компьютерные игры, я люблю ретро-игры на Sega, на Dendy, и хочу вам сегодня показать мою любимую игру Ultimate Mortal Kombat 3. Сегодня я буду просто играть, ностальгировать, покажу вам эту прекрасную игру, она, конечно же, брутальная, покажу вам фаталити, комбинации, коды и всё такое. Ладно, погнали! Первым делом я сделаю коды, чтобы открыть нам возможность делать фаталити. Сегодня я хочу остановиться на первой фаталити, и, конечно же, здесь ещё есть вторые, анималити, бабалити и френдшипс, но я сегодня возьму первый. Здесь можно также включить или выключить боссов, Матару или Шаокан, можно это сделать, чтобы играть вместе, но когда играешь одиночную игру, ты не можешь играть за босса. Тут можно выключить таймер или сделать его быстрым, нормальным, медленным, или полностью выключить, как я и говорил. Можно просмотреть, что будет дальше после того, как вы выиграете Шаокана. То есть, например, если я Кану выиграю, могу нажать на старт и посмотреть, что же будет дальше, если вы владеете английским, то, конечно же, поймёте, если нет, то установите русскую версию. Вот, также можно здесь выбрать раунд, который вы хотите. Я остановлюсь на логове Скорпиона. Это первый раунд, который начинается, когда вы уже играете. Так, есть тут также читы. Что это значит? Тут можно что-то со звуком делать, например, звуки прослушивать, либо можно здесь поставить продолжение, то есть, сколько жизней вы можете себе поставить, а также посмотреть био какого-то игрока. Так, ну давайте дальше перейдём ещё в опции. В опциях можно поставить сложность, например, на нормальное, сложное, очень сложное, на easy, то есть, на все лёгкое и очень лёгкое. Вот, можно включить-выключить кровь, выключить или включить звуки и также настроить джойстик. Всё это я уже сделал и не буду этим заниматься. Так, ну давайте, друзья, let's kick it! Поехали! У меня очень много игроков, в которых я люблю играть. Это Страйкер, Рептилия, Джекс, Найт Вов, 2 Субзеро, Кунглау, Нубсайбет, Сайрекс, Смоук и Кабал, ну и, конечно же, Скорпион. Но, чтобы это всё вам показать, это будет, конечно, длиться очень долго и потребует очень много времени, чтобы за каждого сыграть. Это будет много видосов. Так, как я хочу вам показать мои приёмы и любимые комбинации, любимых игроков, я остановлюсь сегодня на Шанцунге, потому что я могу превращаться в этих игроков. Тут есть столбики, какой хотите, можете выбирать. Я сегодня возьму за новичка, обычно я играю за мастера, но и хочу, конечно, вам в следующий раз на мастера показать на самой сложной сложности. Но сегодня начнём с новичка, потому что это моё первое видео на ютюбе. И надо всегда начинать с лёгкого и потом понемножечку идти дальше. Так, первый персонаж, против кого мы сейчас будем драться, это будет Джейд. Если всё пойдёт так, как я хочу, то я смогу ещё сделать стейдж фаталити. То есть добить её, здесь скинуть вулкан, это было бы неплохо. И постараюсь в каждом раунде показывать вам фаталити. Конечно, если я смогу. Это не всегда удаётся, вот на время как сейчас. Ну ладно, ничего такого плохого не случилось. Так. И вот они, обещанные первые фаталити. Вот такие дела. Вот, что странно, шипы зелёные, хотя они должны были красного цвета быть, как и кровь. Не знаю, почему такой баг, но ладно. Ещё странно, что какой баг здесь есть, это когда хочешь драться против женщины, это не всегда так выходит, потому что там получается... получается, что не можешь ударить женщину. То есть ты хочешь провести какую-то комбинацию с помощью, например, икса, но она не идёт, потому что просто твой персонаж, он просто не бьёт дальше, ничего не происходит. Это как-то довольно странно. Так, покажу вам второй фаталити с помощью джекса. Хотел бы показать с помощью смока, но у меня не всегда это выходит, я не знаю почему. И прикол в том, что у смока синяя кровь. Вообще-то он робот, но я как-то думал всегда раньше, что у него масло течёт. Так же, как, например, у рептилии зелёная кровь, у смока сектора и сайрекса тоже чёрная какая-то. Вот. Давайте немножко Кану тоже поиграем. Вот, неплохо. Как-то сегодня лёгко идёт. Обычно очень трудно. А в этот раз прям... Прям суперское идёт всё это дело. Не буду каркать. Попробую сейчас. Как-нибудь победить. Показать вам крутые фаталити. Кстати, если заметили, то тут сайрекс в песке завис. И вот и третий фаталити, который я вам хотел показать. Кубые фаталити, если честно, ну... Прикольно, когда они выделяются. Что он взрывает с себя и... С противника. Ну, прикольно. Так, теперь пошёл Скорпион. Обычно он всегда в начале раунда. А здесь он почему-то как-то в середине. Странно как-то. Ну, давайте. Подерёмся. И вы видите, как у меня не получается комбинация. И тут я тоже опять попался. Прикольно. Но сейчас с ней нельзя проиграть. Так что возьмём лучше-таки... Ноб Сайбота. И покажу вам пару крутых комбинаций. Вот так это можно всё сделать. К сожалению, не с чистой победы. Можно будет сейчас ещё раз попробовать всё сделать чисто. Чтобы было всё красиво. Чтобы без всяких... Ага. Опять не получилось. Ладно. Так, я подумаю, какие фаталити я хочу сделать. Тоже он её не пустил. Ну ладно. Я надеюсь, получится. Так, надуем Скорпиона. И запустим его прямо вверх. Вот туда. Крутые, конечно, фаталити тоже вторые. Там он, Кабао, просто кричит. Снимает маску, короче. Тоже прикольно. Покажу вам в следующий раз, в следующем выпуске. Так, Соня. Она вот тяжело против неё драться. Надо подумать, кого бы взять. Например, Джекса. Ну да. Соня это такой... Персонаж. Которого не так уж... Легко... Выиграть. О, слава богу, я выиграл. Я думаю, это будет... Длится вечность. Ну давай, Соня. Дай мне выиграть, пожалуйста. Вот так вот. Как я и говорил. Хочешь ждать Бридженшину? Не получится. Ну давайте попробуем. Немного другим способом. Через Смоха. Давай. Это вот те самые Stage Fatality, которые я вам хотел показать. У Кабао это BBZ. Как настроить эмулятор и вот эти все крутые вещи в этих опциях, в эмуляторах. Я сделаю отдельный выпуск и расскажу вам, как поставить игру, как настроить настройки, как сделать полный экран и все такое. Все это я вам покажу потом. Ах ты. Ах ты. Не получилось, как я хотел. Тут будет немножко трудно. Я немного смухлюю, потому что... Трудно играть против двоих игроков. И вот опять первый баг. Такой тупой. С цветом. И так как трудно здесь пройти, я немножко воспользуюсь... Помощью Нуб Сайбота, конечно же. Потому что владею его способностями лучше, чем другими. Да ты что? Давай. Как всегда, понятно, что предугадает весь расклад. Наш хомп. Противник. Ну вот это тоже неплохо. Ааа, нельзя проигрывать. Ладно. Так, не хочу здесь проигрывать, так что я перейду к Нуб Сайботу. Столько комбинаций много, что... Иногда путаешься. Так, я бы хотел какие-нибудь фаталити сделать, но еще не знаю кем. Надо подумать чуть-чуть. Ааа, я помню, у Кана была какая-то крутая фигня. Ааа, только не проиграй. Вот. Давно я эти фаталити не делал. Но хотелось бы вам просто показать, потому что сейчас дальше уже ничего такого не можешь показать, потому что сейчас на Матару ты не сможешь показать никакие фаталити. И я надеюсь, что я выиграю. То есть я сейчас снимаю, я не монтировал это как-то. Я просто играю, разговариваю с вами. И это не так уж и легко, я вам скажу. Играть и сразу разговаривать. Я, наверное, сейчас две недели потренировался, каждый день снимал. И, наконец-таки, я могу похвастаться тем, что я немножко могу разговаривать с вами. И смотреть иногда в камеру периодически. И говорить о игре, о моем канале и так далее. Если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте дислайки, что угодно. Чтоб я просто знал, чтоб мог улучшать свой контент, улучшать свой канал. Потому что хочу, правда, заняться этим. Хочу прогрессировать на ютубе, на инстаграме. И мне очень важно ваше мнение. Так, проиграли? Ну ладно, ничего. Сейчас я выиграю все равно. Потеряно. Давай, давай. Да ты что? Ах ты. Вот так само, идеяно, когда ты хочешь выиграть, когда хвастаешься, вот так всегда и получается, что проигрываешь. Да, как-то я немножко тупанул. Ну ладно, ничего страшного. Тут я немножко перемотаю, потому что длится это мне все очень долго. И хочу вам быстрее показать, как я выиграл Матара. Перемотал, конечно, немножко быстрее. И это сделал я с помощью эмулятора, тоже прикольная функция, чтобы долго не ждать. Потому что эти столбики долго длятся, мне немножко напрягает. Все время это ожидание. Хочу вам быстрее все показать, рассказать. Вот, немножко я его сбил с ритма Матару. Но ничего. Как я говорил, я уже снимаю, наверное, две недели, один ролик. Может быть, это тупо. И, конечно, я не профессионал, но я пытаюсь, пытаюсь. Вот, и сейчас попробую выиграть еще Шо Кана. Раньше я играл и выигрывал его всегда с Субзиро, но я тоже могу попробовать, ну, Псайботом. Вот. Я вот так раньше подбегал и сразу его бил только. Потому что Субзиро, если вы не заметили, то он наклоняется ниже, чем другие игроки. Или девочки, да? Они тоже наклоняются пониже. Вот так тебе. Вот. Еще бы я сделал такой обзор, когда выигрываешь Шо Кана, разные позы. То есть, в конце ударчик можно крутой такой сделать, да? Потому что начинает все мигать, начинает все, там, свет всякий там гореть, да? Вот. Вот. Вот, последний удар за мной. Давайте сделаем его вот так. Блин, не попал в лицо, ну, ладно. Хотя бы так. Ну, вот и все, ребята. Мы победили столбики в этом для новичков. Хотя, это не так уж и легко, если честно. Сейчас Шо Кан у нас взорвется. И это был весь геймплей. Мне очень понравилось. Если вам тоже понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Мне это очень, очень нужно. Я хочу дальше играть в такие ретро-игры, играть тоже новые игры и так далее. И, в конце концов, можно еще здесь выбрать разные функции. Фатальти показать туда-сюда. Я хочу сегодня вам еще последнюю крутую вещь показать. Это сражение против пяти игроков. Вот. И здесь, конечно же, я могу играть против Нуб Сайбота. То, что у вас в нормальном соупце нету. Это просто отсутствует. И тут мне нужен, к сожалению, Нуб Сайбот. Я не могу без него обойтись. Потому что по-другому я не пройду. Потом должен быть вроде Субзиро, Ирмак и Елена, по-моему. Эм, Елена. Милена. Извиняюсь. Ого, что за баг был такой, да? Видели? Он... Вообще-то у него жизни не было. Он все равно... Эээ, бегал еще. Ладно. Ого. Просто припачал. Что-то я тут немножко проду. Здесь нельзя ничего лишнего сделать, а то ничего не получится. Так что надо действовать всегда осторожно. Вот и Смог, спрятанный персонаж. Эээ, которого вы так просто не увидите. Ермак. Он тоже, кстати, почему-то в последнее время не показывается, когда я играю. Не знаю, связано ли это с этим или нет. И... Эээ... Эээ... Выиграл! Вот это удача! Да вы что? Конечно, фон такой прикольный, что нифига не видно Наверное, специально разработчики так сделали Чтобы играть против Нусайба, то его не видеть совсем Такие дела Так, пару комбинаций проведем Так, уже получше Если бы я играл просто Нусайба и проделал бы эти комбинации То можно было бы сделать все на флос викторе, то есть на чистой победе Но так как я все время превращаюсь в него, то это намного труднее Потому что ты не знаешь, в какой момент выключится превращение Ну и теперь, конечно же, я могу сделать так называемую бруталити Вот Вот так это все выглядит Шан Сунг Винс Готово Ну вот и подошло все это дело к концу Дом там, где тебе хорошо Все просто Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бобу за секунду до взрыва Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом Нам кроет дверь и тут ба-ба А теперь от него ничего не осталось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok